Ну что, братва, мы в Питере, и выезд в Питер всегда оставляет за собой массу, так скажем, эмоций, как позитивных, так и негативных. Мы пообщаемся с ребятами из Краснобедного Питера, которые расскажут, как они вообще живут здесь, в этом городе. Гоняют на выезда, гоняют на матч в Москву, делают акции в городе, собственно, пообщаемся с ними. Встретимся с Амиром, профессором, узнаем, так скажем, у него, как и почему зародилась вражда между коллективами «Зенита» и «Спартаком». Ну, собственно, наша легендарная трясущаяся камера, сейчас она, конечно, трясется, но скоро вы увидите. Это не в руках дело, это с камерой проблема у нас. Короче, братва, мы в Питере, «Спартак» где нет, поставьте просто сразу лайк, пишем комментарии, делимся этим выпуском с друзьями. Надеюсь, все вам понравится, и «Спартак» меня сегодня не разочарует. Пиздец подсой! Пиздец подсой! Дневник фанатов, мы начинаем. Ну что, братва, встретились с ребятами, Дима, Паша, парни представляют коллектив «КБ Питер». Парни, ну, первый вопрос, пускай они будут банальны, все же, как вам живется в Питере при этом, что вы болеете за «Спартак», я так понимаю, с самого детства? В принципе, проблем особо никаких не испытываем сейчас, когда были молодые, активные, когда была официальная утро, движок в нулевые, проблемы определенные присутствовали сейчас, в принципе, я думаю, те же самые проблемы, что у наших оппонентов от «СБГ» одни и те же. Ну, это проблемы с полицией, с «Спартаком». Да, проблемы, как раз, именно твой допуск на стадион, сейчас ковид начался тоже из-за этого проблемы, плюс есть определенные трудности со встречей команды последние два года. Ну, ты, Сирок, сам помнишь, как раз ты приезжал, да, два года назад, когда у нас встреча команды сорвали. Два года назад мы должны были встретить команду, там уже все вроде как собрались, выстроились, но полицейские перекрыли, я так понимаю, доступ к «КБ». провезли, соответственно, перестроиться не успели, но это, как раз, была первая встреча, которая сорвала. Да, кто не вел к выпуску, вот сейчас всплывет подсказочка, обязательно посмотрите и поймете, о чем мы сейчас говорим. Нас? Бля, я же тебе говорил, от Сибири. В прошлый год команда прилетела, их посадили на запасной аэродром в части «Кулково-2», и оттуда вывезли уже не даже не через терминал аэропорта, а через трассу, через которую вывозят обычно политиков наших. В Питере, я знаю, есть много коллективов, которые переживают за «Спартак», всячески его поддерживают, мутят какие-то акции, соответственно. Были ли у вас серьезные проблемы не с законом, а именно с болельщиками «Зенита»? На самом деле, раньше, да, когда встреча команды мутили, сначала общаться бы не думали по поводу того, что могут приехать. И как-то в девятом году встречали команду, понятно, на расслабоне, и приехали чуть пораньше. 2009? 2009 год, да, как раз зима, еще старый полк водореконструкции, снега по колено, приехали, все там, растяжку разложили, там пиротехнику подготовили, и подъезжает там машина 8, ребята выскакивают, бегут к нам, мы понимаем, что все, уже приехали. Вот, ну, вот такой единственный, наверное, был. По шапке получили, да? Ну, так неплохо, да. То, что «Красно-Белый Питер» – это достаточно старая организация, которая, ну, красуется на футболке у Паши, как вообще пришло, как вы вообще создали это? У «Истоков» вообще изначально стояла гостевая ВВ, вот ребята там регистрировались, переписывались, находили друг друга, поставили. И, соответственно, в какой-то момент на одном из матчей собрались в всем известном подвале, вот, и после матча как-то зарядили «Красно-Белый Питер», и с этого пошло, поехало. Вот, первые два-три года как раз все общение велось через ВВ, а потом уже в 2004 году появилась первая версия сайта. В нашем инстаграме может быть больше материалов с футбола после футбола. Мы обычно в нашем инстаграме выкладываем, как стримом это, наверное, не назвать, просто лайв. Поэтому подписывайтесь. В описании к этому видео вы найдете ссылку на наш инстаграм. Надеюсь, все уже давно подписаны на него. Ну вот, на нашем YouTube-канале вы не так часто видите видосы. У нас есть новый проект, называется «В Москву на Спартак». Сейчас он уже начинает обрастать мясом, так скажем, и мы потихонечку из него левим какую-то глобальную историю. К сожалению, не все получается. Нам интересно очень узнать ваше мнение, на самом деле, потому что проект культовый, такой проект должны делать, наверное, все футбольные клубы, там, на свои YouTube-каналы, потому что сейчас это очень модно. Но делаем его мы, я и Вася. Два парня, которых вы уже наблюдаете пять лет, а то и больше в интернете. Короче, парни, нам очень интересно узнать ваше мнение по поводу нашего проекта нового. Вот здесь подсказочки, переходите, кто еще не видел, посмотрите, напишите ваши комментарии. Если вы хотите эту историю дальше на нашем канале, мы будем очень рады, если вы поставите сейчас лайк этому выпуску, и мы поймем охват ваших лайков, и мы будем знать, что делаем, мы это все не зазря. Выпуск продолжается, дневник фаната, ставим лайки, погнали дальше. В Питере есть коллективы, это питерские, Фэнс, Узапейнтер, Элис, Соответственно, КБ Питер. Есть кто-то еще? Ну там есть еще ребята, тот же Петроград, как бы Нева. Есть, да? Плюсы ребят очень много. Плюсы ребята, кто сами по себе, которых ты встречаешь часто на выездах, но они никому не относятся, но просто гонят на выездах. Ну то есть, условно, сейчас нас смотрят там люди, которые живут в Питере, возможно стесняются, боятся, по большому счету уступить. Ну выйти на связь не проблема, можно зайти в аккаунт в инстаграме КБП. А где мы его оставляем? По ссылочке в описании. Да, да, все правильно. Поэтому, парни, не бойтесь, не стесняйтесь, на самом деле, если вы болеете за Спартак, живете не только там в Питере, да, в других городах, где Спартак приезжает там раз в сезон, пишите, ребята, мы стараемся всегда оставлять ссылки в описании, да, там, на инстаграм, сейчас же все, в принципе, в инстаграме сидят, поэтому пишите, не бойтесь, парни там встретятся, да, с каждым пообщаются, и главное не пишите тот, кто болеет за Зенита и за остальные наши вражеские клубы. Мне также хотелось сказать, что в Питере очень много болельщиков одиночных, много бригад и околофутбольных, ультрас, всегда можно найти коллектив, который вам по душе, который ближе к концепции, пожалуйста, Красно-Белый Питер всегда открыт для новых членов, ну и другие коллективы, я думаю, будут рады пополнением. Все ссылки мы оставим, обязательно в описании, прям отдельно сделаем Красно-Белый Питер на парней и, в принципе, на питерские наши движухи, оставим все ссылки, пишите парням, кому что по душе, и парни будут рады, а «Спартак» станет еще крепче и сильнее на выездных матчах. Именно. Спасибо, парни. Друзья, подошли к стадиону, до футбола 15 минут, толпа народу, соответственно, ковид, не ковид, бля, толпа народу, бля, вы вот эту, вы устраиваете склонаду. Ну, тоже, блядь, мы все же понимаем там свою ответственность, там, соответственно, никто ничего запрещенного вряд ли, да, будет нести сегодня в футбол. Вот это вот устроили, блядь, куча ментов, куча стюардов, все, блядь, 33 раза проверят. Ну, бред вообще, блядь. Пока дойдешь отсюда, от парка до сюда, во-первых, офигеешь идти, блядь. Вот. Не понимаете, о чем идет речь, и, в принципе, не… Это большая проблема вообще городов, когда приезжает там Спартак, вообще, в принципе, там, я понимаю, и у зенитчиков там есть такие же проблемы. Вот эта вот система пропуска на стадионе – это полный вообще бред и кошмар для любого болельщика. Матч начнется, у нас тут перерывы, все остальные потянутся на стадион. Ведь что на секторе, тем более на выезде, мы никогда не должны вообще снимать эти видосы на Инстаграм, там есть мы, есть фанатики, есть 2.3, есть ребята, которые снимают на свои каналы обзор Шизы, там, и все остальные моменты. Пришли на сектор, Шизим, от и до. Телефоны, ребят, ну, раньше такого не было. Вспомните, там, Лужники еще, да, там… Раньше телефоны так не снимали? Да, раньше телефон так не снимали. Там были какие-то там 3GPG, и то там никто не снимал, то все Шизили. А здесь у нас сейчас моду какая-то выложить, там, в Инстаграм, там, в сториз. В перерыве фоткайтесь на стадионе, пожалуйста, для памяти, но объективно. Потому что много проблем, тоже Миша Дивинский был забанен из-за того, что была съемка «Сектора», где Шизили про Дюкова. Этот видос задействовали в суде, и, собственно, Миша дали бан. Миша, кстати, уже все бан у него заканчивается на следующей неделе. Ладно, вы все сами знаете, мы пошли по Шизим, попоем. Я тоже доволен, я уже сказал, да. Сейчас 30 пацаны стояли в очередь. Все, парни, погнали. Амир, профессор, как вы уже поняли, не перестаем тебя ловить на стадионах нашей страны, необъятной Родины. Да, матчей я был бы позитивен. Сейчас, конечно, перерыв 4-0. Собственно, по игре все понятно уже. Вопрос, наверное, следующий. Для многих наших юных болельщиков, наверное, многие не знают, что раньше с «Зенитом» как таковой вражды и конфликтов не было. Для какого-то определенного года. Скажи, пожалуйста, историю, как зародилась эта вот вражда между, не будем говорить Питером и Москвой, между «Спартаком» и «Зенитом»? Ну, не надо им было лизать задницу своим друзьям, мусорам и коням. И все было нормально. Я, в принципе, был против войны. И на полуфинал 97-го года «Зенит-Динамо» приезжала делегация, специально со мной разговаривая. Ну, что-то задолбали детей наши трогать. Мы им сто раз говорили, не трогайте теленочку. И я позвонил лидеру на тот момент, они отказались. Все. После этого ищу. Какого? 97-го. Щелковское шоссе, проспект Большевиков, тупик. У них же было вот сейчас, они же в Скорулиной власти. Скорулиные, бесплатными билетами и так далее. Ну, мне кажется, они же сами заложники ситуации, нет? Из-за «Газпрома». У них старые зенитчики, ну, я знаю, старых и сегодня созваниваются, да? Они немножко, ну, как-то сказать, немножко давят на них эту ситуацию, потому что вот та команда 84-го года, она была настоящая, она питерская была. Она действительно как бы играла в футбол и радовала людей. А это все сейчас искусственное. Вот Еврокубки все показывают. С нами тоже. Мы, ну, понимаешь, какая ситуация? Из-за них лига деградировала, да безобразие просто. Ну, да, я считаю, монополию сделали в чемпионате. Ладно, Амир, спасибо. Первый тайм 4-0. Как ты думаешь, как матч закончится? Ну, мы, если не ошибаюсь, мы и в 49-м, по-моему. Ну, боишься ошибиться, 5-0 уже проиграли. 5-0. Ну, надо, понимаешь, надо вот, как тебе сказать, надо вот упасть, чтобы оттолкнуться. Вот как мы 1-ю лигу упали, да, вот, и поднялись и пошли. Ты думаешь, Спартаку 1-я лига нужна? Нет, 1-я лига не нужна. Ну, не тот уровень, чтобы команда, чтобы нас в 1-ю лигу выгонили. Могут юродию от фанатизма или вообще от футбола там гавкать, что-то мутное, понимаешь? Ну, не уровень команды. Да, 8-й, 7-й на данный момент место. Вот этот клоун ворот, ну, это, ну, нечто. Да, его расстреливают, но, ну, не на 4-й. Все время поменяется что-то. Футбольный просяк. Они уйдут. И вернется на свои места. Петровский, 1-я лига. И потом, ну, надо запретить государственным компаниям финансировать. В таком количестве, допустим? Нет, в любом количестве. В любом количестве. Пусть детские дома, сады, пусть будет уровень фары. Но это честный будет футбол, а не вот то, что сейчас творится. Согласен. Пойдем болеть? Ну, да, наверное. Погнали дальше. Все, да. Честно сказать, не было, на самом деле, времени снимать на секторе ШИЗУ, потому что мы яростно топили за Спартак, гнали его вперед. Однако, после там, наверное, уже 6-го пропущенного гола, то есть 7-го, вы увидите сейчас кадры, которые были адресованы Дзюбе и нашей команде после свистка. Еще раз всем огромное спасибо всем нашим выездным болельщикам, кто посетил этот выезд. И также в нашем инстаграме, да и везде вы уже могли видеть кадры, которые сейчас также перед вашими глазами, что после футбола всех болельщиков Спартака погрузили в автобусы и отвезли на Московский вокзал, откуда также еще долгое время никого не выпускали. Всем спасибо, это был дневник фаната. Дзюбу нахуй посылай, оп, давай-давай, оп, давай-давай, оп, давай-давай, Дзюбу нахуй посылай. Пиздец-позорище! 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 Братцы, выпуск прошло к концу. Всем спасибо, кто это посмотрел. На нашем инстаграме, собственно, мы после матча уже обо всем договорили. Кто не увидел, переходите по ссылке в описании. Еще раз всем нашим выездным ребятам приехать в Питер. Огромный привет, респект. И что же, что же осталось делать? Будем наблюдать, смотреть дальше. Я думаю, почти спартак выходить на эту жопу в юбилейный сезон. Ну, не фаната. Всем спасибо. Выберите своё. Спасибо.